Вот у нас Мэтью МакКонахи и посмотрим с вами общий знак. Здесь действительно очень важно, что фотографии фотографии рознь. То есть, если мы с вами, например, возьмем Мэтью МакКонахи, например, вот какой-нибудь из этих фотографий, давайте с вами посмотрим поближе, разберемся и поанализируем. Вот эту фотографию, наверное, для линии трех четвертей брать не стоит. Он открыл челюсть, он закатил губу, то есть вот это, и вот это все оказалось в тени. То есть, фотографии, фотографии рознь. Не надо брать фотографии, которые, вот вы понимаете, вот тут тень, тут какие-то эмоции, кривляние. Берите максимально хорошие и удобные для вас фотографии. Вот даже с таким открытым ртом, но эта фотография, она очень хороша, потому что здесь вы видите четко переломы светотеневые. И благодаря этим светотеневым переломам формы вы уже можете легко выстроить линию трех четвертей. Понимаете? То есть, ваша задача не пытаться разбирать абсолютно каждую фотографию Мэтью Макконахи в поисках линии трех четвертей. Ваша задача научиться находить те фотографии, которые вам подойдут для аналитики линии трех четвертей. Вот эту фотографию, я бы ее не брал для линии трех четвертей. Нет. А, например, вот эту фотографию я бы взял, потому что здесь я прямо... Вот видите, разграничение бликов. Ну, это же просто сокровище. Посмотрите, насколько они хорошо видны. А вот эту сторону я бы особо не брал, хотя здесь, честно говоря, тоже, если поднапрячься, можно увидеть линию трех четвертей. То есть, фотография фотографии рознь. И, конечно же, мне нужно стремиться анализировать каждую фотографию на одно и то же. Как раз задача в том, чтобы научиться понимать, вот в чем польза этой фотографии, чем эта польза отличается от той фотографии, и с этим работать. Потому что в каждой фотографии есть какой-то свой витамин портрета, и этот витамин портрета нужно находить, извлекать и вкладывать в свою работу.